Все, побежали. Все случается за считанные секунды. Злоумышленники врываются в здание, где идет суд над преступницей. В попытке освободить сообщницу нападавшие берут заложники мирового судью и секретаря. Легенда максимально приближена к реальной ситуации. После того, как служба охраны сообщает о нападении, у силовиков есть 7 минут, чтобы добраться до места. Еще несколько минут уходят на переговоры, чтобы выяснить требования преступников. Когда времени ждать больше нет, группа захвата идет на штурм. Операция выполнена успешно и обошлась без потерь. Задержанных в наручниках выводят из здания. Да полегче, начальник, ты че? Такие тренировки Федеральная служба судебных приставов Севастополя проводит каждый месяц. По мнению руководителей, это необходимо, чтобы четко знать, что делать в экстренной и опасной ситуации. Прежде всего мы готовим и судей, и аппарат к таким действиям. Возможно, в жизни всякие варианты. И тем не менее, мы учениями подготавливаем, проводим практику и получаем практику сами в взаимодействии с силовыми структурами службы судебных приставов в предвиденных ситуациях. У нас такие ситуации не приходило, но мы в практике имели опыт общения с гражданами, которые неадекватно себя ведут при процессах. И мы опять обращаемся к службе судебных приставов, которые непосредственно обеспечивают безопасность первого судей и судебного участка, в том числе и работников наших аппаратов. Также задача участников тренировки – четко отработать процесс взаимодействия структур МВД, охраны и приставов. Реакция должна быть быстрой. По прибытию сотрудникам МВД города Севастополя силовых ведомств судебный пристав по ОПД докладывает данную обстановку, что происходит в суде, и мы переходим к подчинению сотрудникам правоохранительных органов. В завершении тренировки – построение и работа над ошибками. Управление Федеральной службы судебных приставов системно подходит к обеспечению безопасности судебных участков и мировых судей в том числе. На сегодняшний день все специализированные помещения в дневное время под вооруженной охраной. В ночное время работает автоматическая система безопасности.